Чем более активно ведет наступление Российская Федерация, тем больше из ее армии дезертируют солдаты. Потому что внутри полный ужас и тотальный кошмар. Это совершенно не соответствует пропагандистским картинкам. Нет никакого ни боевого братства, ни великого оснащения невероятных командиров и геройских солдат. Есть только кишки, кровь, пот и слезы. Это то, как выглядит Российская Армия. Есть унижение от командиров, есть карательные отряды, которые просто обнуляют солдат, отказывающихся подчиниться приказу и пойти умирать в какую-нибудь самоубийственную миссию. Как выглядит изнутри Российская Армия и почему из нее бегут люди, инсайдеру рассказал один из дезертиров, который подробно и в красках описал происходившее с ним. Также инсайдер подтвердил личность этого человека. Это не какой-то, собственно, выдуманный персонаж. Инсайдер достаточно авторитетное издание, которое вы знаете, где работают люди, которых знаю я, поэтому им максимальное доверие. Они в этом смысле не люди с сомнительными источниками по крокусу. Поэтому давайте посмотрим же, как выглядит Российская Армия изнутри и что про нее рассказывает один из дезертиров. Собеседника инсайдер, дезертировавшего с фронта, как и многих, заставили подписать контракт обманом и бросили на передовую без подготовки. Он прослужил полгода, получил серьезное ранение и сбежал. Он рассказывает о внесудебных казнях солдат, отказывающихся участвовать в местных штурмах, о повальном алкоголизме, наркомании на фронте и упаднических настроениях среди российских военнослужащих. Осенью 2023 года ночью вышел из дома в ближайший магазин, рассказывает он. Остановилась патрульная машина, спросили документы. Паспорта с собой не было, поехали в отдел. Начали меня пробивать, сказали, что на меня есть повестка. Вручили похожую на нее бумажку, мобилизационное предписание или что-то такое. Ну все, говорят, через три дня на передок поедешь. Мобилизация закончилась? Мобилизация не заканчивалась. Где указ об отмене мобилизации? Она идет, просто выборочно, когда надо. Вот на тебя повестка есть. Почему ты в военкомат не являлся? И они якобы жалились надо мной. Иди, подпиши контракт, на Яблочково можешь съездить. Контракт подпишешь, будешь где-нибудь в больнице помогать. Я пришел домой, когда отпустили. Посидел, подумал до утра, все взвесил. Думаю, ну если уж меня отправляют, то какая разница. Пойду контракт подпишу, может прокатит. Субботу я подписал контракт, во вторник уже была отправка. Меня отправили в штурмовую роту. Примерно через неделю я был уже на самом передке. Я вообще ничего тогда не понимал. Неделю назад сидел дома, смотрел аниме, всякие стримы, работал, вел обычную жизнь. А тут меня уже куда-то в Украину отправляют. Первые 2-3 дня мы размещались, нас не трогали, а потом начали отправлять на позиции окапываться. Грубо говоря, 500 метров открытых до поселка, и вот эти 500 метров ты никак не пройдешь. По открытой местности там один пулеметный расчет стоит, он может 100 человек загасить. Единственное укрытие – подбитый танк. И у наших гениальных командиров было такое решение – давайте мы до танка будем окапываться, а оттуда перевалочный пункт и вперед. Невероятно тупое решение, ведь что 250 метров открытки, что 500 – вообще разницы никакой нет. 30 секунд на открытой местности находишься, и тебя уже петушат. Вот первых пацанов отправили туда. По пятеркам, как сейчас помню, 4 пятерки отправили. Все 20 человек полегли в этот же вечер. Никто не вышел. Никто даже не дошел до этого танка. На следующий день снова отправили еще 20 человек. Они тоже не дошли. Все про дроны FPV говорят. На самом деле обычные дроны-наблюдатели тоже очень опасны. У тебя глаза везде есть, ты все видишь. И вот таких люстр там висело, наверное, штук 15-20. Они мониторили вообще все. Ты только где-то появляешься, тебя сразу видят. И командиры додумались отправлять людей по-серому, когда солнце уже заходит или встает. В это время дроны видят намного хуже. Они отправили еще туда людей, их тоже распетушило там, потому что даже 5 выбегающих человек это большая группа и все равно видно. Похоронили они так, наверное, человек 30 за 2-3 дня. Потом додумались, что можно пускать не по 5 человек, а по двое. И тогда два расчета под этот танк завели. Там, как окопались, по новостям уже начали передавать, что мы чуть ли не взяли этот поселок, что мы уже везде зашли, а мы до него даже не добрались. Людей на убой гнали просто потому, что командир, бывший охранник из пятерочки на гражданке, мечтал увидеть себя по Первому каналу, что он такой воин. Ему вообще срать было, сколько там ляжет. Окопались, но парням же боекомплект нужен, вода, еда. Поэтому в карманах до танка полегло еще человек 70 за неделю, пока бежали. Стрелковых боестолкновений не было, потому что до позиции никто не доходил. По новостям звучит, что стрелковые столкновения это самая-самая жесть. Нет, самая жесть это когда ты выходишь из блиндажа и понимаешь, что тебя видно. И в любой момент тебя могут петушнуть. Я вышел в туалет, зашел обратно, через 30 секунд в том месте, куда я вышел в туалет, прилетело два миномета. Отработало. Дронов было очень много. Ощущение, что в УСУ преимущество по тронам раз в 50. Оператор мог не справиться или ветер сильный, птица могла упасть и парней заставляли на минные поля выходить, забирать. У вас есть клочок земли, его облетают 4 дрона, что-то сбросят, только улетают уже следующие 4 летят. И вдалеке еще стоит штук 5, наверное, и корректирует минометы, артиллерию и так целыми сутками. Если тебя спалил дрон, заходить в блиндаж нельзя. Оператор видит светящуюся точку и вдруг она пропадает, значит он куда-то зашел. Туда сразу прилетает и минус 5 человек минимум. За 2 недели из 250 человек осталось 15-20, из которых 10 это штабные. То есть это писарь, всякие там командиры взводов, командиры роты. Мобилизованных очень мало осталось. Все остальное контрактники. Процентов 40 потерь это 200-е, остальные 300-е. Из них почти половина это тяжелые, то есть рук ног нет, инвалид на всю жизнь. Когда я приехал, тот поселок еще более-менее целый был. Через 3 недели его вообще не было. Руины, тучи трупов. Я не шел штурмовать, очень долго ругался с командиром, говорю, не пойду никуда ни в кого стрелять. Можете меня прямо здесь обнулять. У меня есть эвакуация, я сутками раненых вытаскивал. Вот я в эвакуации буду, можете что угодно с этим делать. Я точно так же к этому танку бегал, где ребята окопались. Просто не провизию им приносил, а раненых оттуда вытаскивал. У меня нет никакого медицинского образования. Никогда с кровью не сталкивался. А тут я неделю на четвертую забрал парня. Он там трое суток раненый лежал, сам себе руку и ногу пережгутовал. Я не знаю, как он выжил. Рука уже гнить начала, пошел некроз. Я спрашиваю, что мне делать? Мне говорят, руби ему руку, вколи все, что есть, иначе от шока может умереть. Я собрался, пошел. Отрубил топором, которым дрова колят. Разве с четвертого отрубил. По рации мне передали, как обработать. Я потом двое суток не спал. Когда мы его грузили, он был живой. До первой линии тоже живой добрался. Дальше мне его судьба неизвестна. Еще одного парня вытаскивал. Ему оторвало челюсть. Руку по плечу и полноги. Его даже забирать не хотели. Командир говорит, мне это не надо сейчас еще ради одного человека что-то делать. Парень через сутки такой, просто хочу сдохнуть. Уже понял, что все. Он так и вытек. Двухсотых вообще очень редко забирали. Это либо личная инициатива, либо если его легко забрать, когда он недалеко от блиндажа. Вместе со мной служил парень 18-19 лет. Обычный сельский парень трактористом работал. Вообще он пришел сам в военкомат по срочке, а ему подсунули контракт. Он подписал, даже не глядя. Через полтора недели он уже на передке был. Родственники отправили письмо в прокуратуру, что его силой заставили подписать. Командир батальона на это обиделся и отдал приказ, чтобы его в самое очко засунули. Вот его я уже двухсотого вытаскивал. Как видите, истории многих из этих дезертиров заключаются в том, что они не посмотрели, что подписывают. Они не проверили законность того, что им говорят. Да, это идиотизм. Да, когда речь идет о твоей жизни, какого хрена ты ведешь себя как идиот. Но многие из них 18-19 летние парни. Поэтому когда вам рассказывают, что какое-то гигантское количество людей хочет там идти в эти военкоматы, это неправда. Вы видите это и по цифрам единоразовых выплат, которые растут каждый день и так далее. И главная мораль здесь не то, что им нужно сопереживать. Это вы сами разберетесь. Нужно им сопереживать, не нужно. Главная мораль это, что оградите себя и своих родных и близких от такого. Предупредите их. Если вдруг они там идут в военкоматы или еще что-то, предупредите их, что их не могут и не должны. Ничего не подписывать, никаких контрактов, никакой срочной службы. Там будут принуждать именно к этому. Это довольно важное сообщение. И уж пока YouTube полностью не заблокировали, мне хочется донести его до как можно большего количества россиян. Именно поэтому количество роликов про дезертиров и про реальное положение дел на фронте выросло на канале за последние недели. Хотя я вижу, что часть людей от этого устает. Но мне кажется, в важном донести это сообщение. Во-первых, что туда не надо никому. Там просто смерть. Там ужас. Там кровь. Там командиры, которые плевать на вас. То есть, независимо от вашего морального компаса, даже если вы такие, да, хочу завоевать Украину, неважно, вы помрете там или станете коллегой. А второе, это какими способами вас могут обмануть. Я выпускал большое видео на тему того, какие способы есть для того, чтобы обманом затащить в армию. Посмотрите обязательно. Издание Верстка составляло подробный гайд, как именно вербуют. И в том числе убеждают пойти. Ну и помогите этому видео, поставьте ему лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал. Все эти вещи помогают его продвинуть. Поддерживайте сам канал на Патреоне. Ну а большое интервью с этим дезертиром, где уже непосредственно он рассказывает, смотрите на YouTube-канале Insider. Она там вышла две недели назад, я обязательно оставлю на него ссылочку. Но продолжаем с прямой речью дезертира. Как-то меня отправили забрать трехсотого. И параллельно дали баул с медикаментами, чтобы я там оставил. Бинты, воды немного. Я подхожу к этой открытке. А там много поваленных деревьев. Слышу, птица, вот уже почти надо мной. А местность холмистая, за счет этого под поваленными бревнами был такой промежуток. Я к нему ныряю, ползу дальше, где бревна поплотнее лежат. Уже к середине дополз и чувствую, как кто-то мягко, рыхло, запах едкий. Смотрю под собой, вижу форму, вижу пацанов мертвых. Они там уже 3-4 месяца, тела разлагаться начали. Я просто по трупам ползал. У меня началась паника. И птица четко надо мной. Ну, имеется в виду дрон. То есть я понимаю, что она меня видит. Она знает, что я здесь. Понимаю, надо съебываться. Бревна меня не спасут точно. И я начинаю выползать. Встал на ноги. Прошел два шага. И как пьяный падаю, пытаюсь встать на колени. Не могу, у меня оцепнение. Сзади хлопок по бревнам. Я как-то смог собраться. Развернулся. И в обратную сторону побежал. Это очень стрёмно было. Командир постоянно бухал, рассказывает дезертирую уже про, что называется, внутренние особенности российской армии. Может, он так со стрессом справлялся или еще чего. Но это явно неподготовленный человек. Меня из-за его алкашки ранило. Говорит, иди к штабу, забирай птицу новую. То есть дрон. Я говорю, слушай, у нас есть еще одна птица, мы можем ее поднять. Ночь точно переживем. Зачем мне идти туда сейчас? Я выйду, меня сразу петушнут, потому что ночные птицы летают с тепловизором. Тебя видно за километр. Ты светящийся огонек на черном экране. Дорога туда через открытку, тебя невозможно не увидеть. Но меня все-таки отправили. Я дошел до штаба, забрал эту птицу. Мне дают еще один пакет. Я говорю, что там? Это для командира. Я смотрю в пакет, а там просто две бутылки. Водка и коньяк какой-то. Вот для чего меня туда позвали. Командир хотел бухнуть, и меня отправили за передачкой. Возвращаюсь через эту же открытку и слышу, надо мной дрон. Бум. Ноги сразу подкосились. Ничего не понимаю. Единственная мысль у меня, сейчас ног нет, просто в голову себе выстрелю и все, мучиться не буду. Смотрю, все в крови, но ноги на месте. Думаю, слава богу. Понятное дело, что я кинул нахер этот пакет, дополз до ближайшего подвала. Выхожу по рации, говорю, заберите меня, я трехсотый, неходячий, сам себя перетянул кое-как. Отвечают, мы тебя не заберем, опасно. Я понимаю, что в натуре не заберут, потому что в натуре опасно. Я прямо посередине открытой местности был. Нашел там какой-то подвал, через 20 минут уже чувствую, что я начал вытекать. Меня всего трясет, тремор, литр у меня точно вышел крови, и я пополз. Почти добрался до точки эвакуации, но метров на 500 левее ушел. Там меня уже встретили. Бухают вообще все почти. Некоторые командиры употребляют либо промедол, либо соли. Я видел одного солевого, прям как на всех этих видео. Или под промедолом они слюну пускают. Каждому военному в аптечку должны давать промедол одну капсулу или две. Это старый обезбол с наркотическим эффектом. Но выдают только на бумаге. Аптечку тебе выдали, ты расписался, а в ней промедола нет. Где он? Кто-то себе заграбастал? Правильно. Вот у них постоянно доза была. У соседей у командира был специальный человек, промедоловый наркоман. Он за дозу мог что угодно сделать. Бегал, трупы обыскивал. Грубо говоря, нужен тебе прицел какой-нибудь на автомат или броник новый. Ты ему достаешь промедол, а он за это бежит на самый передок трупа мародерить. Чуть ли не на позиции ВСУ бежит. Было и такое. Человек, например, приказ не выполнил, не пошел куда-то. Приводит его к командиру. Если ему лень этим заниматься, то человека берут его под соус. И по-другому их назвать не могу. Это вообще не люди. Они скотчем руки-ноги к дереву приматывают, чтобы не убежал. И метров с пяти-десяти расстреливают в упор. Сам расстрел я лично не видел, но судя по тому, что я видел трупы, это все правда. Или приводят к командиру и надевают два бронежилета. Командир из автомата стреляет по этим двум броникам. А там, даже если они выдержат, у него все ребра сломаны. И он просто медленно умирает. Или каску надевают и из пистолета в каску. У тебя просто черепа не будет. В моей роте обнуляли двух человек. Я вернулся с эвакуации и спрашиваю, где у нас эти двое. Позывные не буду называть. Мне отвечают, их обнулили за неисполнение приказа. Отказались на пост заходить. А на посту петушили жестко. Большие были уже потери. Вот они и отказались. У нас в роте это не так часто было, потому что рота сама по себе быстро обнулялась. А, например, в соседних подразделениях, где нет, 250 человек, а 1000-1500. У меня история была. Мне надо было отнести какой-то баул с консервами. Надо идти вперед. Слышу, баба ягалитит. Это такой дрон, большой дрон, который скидывает довольно много, может скинуть довольно много боеприпасов. Ну, в смысле, сверх там гранаты и подобное. Понимаю, что дальше идти в самоубийство. Но знаю, что слева есть соседнее подразделение, метрах 700. Отклоняюсь туда. Меня ловят. Говорят, ты мобилизованный. Говорю, я контрактник, вам военник показать. А в них какой-то мобилизованный дезертировал или пытался. Они привязали меня к дереву. Говорят, ну все, сейчас тебя обнулять будут. За деревом большая яма. Смотрю, а в ней 20-30 трупов лежат. Мне спасло то, что по рации передали, будто нашли того мобилизованного, который пытался свалить. Парня жалко, его, наверное, обнулили. Меня отвязали, отправили к командиру. Он не пьяный был, но, похоже, что под промедолом. Сидит, слюну пускает. Предложил мне 30 граммов водки для успокоения. Говорят, там частая практика. Туда обычно набирали тех, кто с колечки приезжает после ранения или со слабым здоровьем, которых им в расход не жалко пускать. Если человек не исполняет приказ, должна вызываться военная прокуратура. ВПшники туда, понятное дело, не приезжают, а возить его никто не будет. В яму его тоже не посадишь. Кто ее будет копать, эту яму? Только под трупы копали. Подвалы тоже копать никто не будет. Копать заставляли траншеи себе до туалетов. Потому что командирам страшно ночью выходить в сарай. Блиндажи шикарные себе заставляют копать чуть ли не двухэтажные, а у пацанов землянки какие-то, настил деревянный и травки немного сверху. Никто там не выступает. Никаких пойдем Путина свергнем. Конечно, говорят, что он какую-то хуйню устроил, которая никому не нужна. Даже патриоты, когда приезжают, очень скоро начинают говорить, что мы вообще здесь забыли, нахер это нам надо. Есть часть ура патриотов, но они долго не живут, как правило, потому что первые бегут и их первых кладут. Был мужик, 54 года, у него жена раком болеет. Пришел даже не за деньгами, а потому что ему нужна льгота была для семьи военнослужащего, чтобы жену вылечить. Говорят, я знаю, что тут надо людей убивать. Я свой выбор сделал. Убьют, ну хрен с ним, жена 5 миллионов получит, вылечится, дети будут хорошо жить. Жил в селе, зарплата 35 тысяч, трое детей, жена больная. И чего ты ему скажешь? Иди переучивайся на айтишника. Приезжали с нами два вагнеровца. Один сразу зассал, пошел в ВПшники, по итогу своих же пацанов обнулял. Ну, я так говорю, своих же пацанов. Не то, что это мои пацаны, но это все равно, что в спину стрелять. Одно дело, ты сам воевать не хочешь, да, или ты против этой войны. А другое дело, когда ты настолько хочешь бабки, что всех подряд херачишь. А вторую неделю был на передке, назанимал денег и свалил. У нас командир продавал отпуска 10 тысяч рублей в день. То есть, если ты полгода уже служил, у тебя официально есть отпуск, но тебя не отпустят. Хочешь в отпуск? 10 тысяч рублей в день. Страшно, потому что ты понимаешь, что кто-то из этих людей выживет. Вот командиры эти, их подсосы, даже обычные люди, которые, может, даже не хотели там оказаться, но у которых психика потеряна напрочь будет, они же вернутся обратно. Что они там творить будут? От этого страшно и мерзко. Ты там не человек вообще. Девяностое — это все херня, когда эти люди приедут с войны, с кровью на руках, с поломенной психикой, которые были в одних ротах, отрядах и так далее. Они же начнут сколачиваться в кучке. Эти кучкой поменьше начнут побольше кучки сколачивать. Оружие сейчас в Россию, я уверен, до жопы. Его прям с трупами вывозят. Калаш можно тысяч за 40, наверное, купить сейчас в России. Эти люди с оружием сейчас будут ходить по улицам. Есть труп, черный мешок. В этот же черный мешок 3-4 автомата. Как мне объяснили, трупы все-таки шмонают при выводе, но они разбирают эти автоматы или где-то отдельно прячут их и вывозят в Россию. Там обратно это все собирают, сбивают номера, продают. Это прямо ходовой бизнес. На этом много зарабатывают. Представьте, сколько там убитых людей. И, конечно, никто не бегает и не собирает за ними оружие. Подсчет не ведут. Если с одним трупом уезжают 3-4-5 штук, это можно небольшую армию вооружить. Это точно. Я считал примерно, сколько вообще за все время полегло людей. Если везде такой же темп, как был в нашем направлении, по моим подсчетам, тяжелых трехсотых и мертвых двухсотых должно быть 1400. То есть представьте город, в котором 40% убитых, а все остальные калеки. Читаю, как кто-то в плен сдается. Вообще не понимаю, как они это делают. Может, просто там по-другому все устроено. Может, там впереди у них минных полей нет. У нас были впереди минные поля, сзади заград отряды. И ты никуда не денешься. И так как роты быстро обнуляются, карты минных полей нет. То есть сапер разбрасывает мины, и они сами не понимают, куда они их бросают. Чуть вправо, чуть влево, ты подорвался. А тебе там 10 километров надо пройти. Те люди, которые думают, что хотят подписать контракт, я говорю, ребята, возьмите пистолет и выставьте себе в голову. Исход точно такой же, ничего не поменяется. Если вы думаете, что заработаете денег, вернетесь, и вообще все охеренно будет, поверьте, я таких типов там столько видел. Вы не вернетесь. Целыми точно не вернетесь. Стоит ли 5 миллионов ноги? И что ты потом делать будешь? За тобой там мама будет всю жизнь вытирать? Если вы думаете, что там какие-то нацисты, там не нацисты, там обычные люди, вы, грубо говоря, соседа пойдете убивать. Вы сможете с этим жить потом до конца жизни? Эта война того не стоит. Это не война за отечество, это не война за справедливость, не война за свободу. Это война за нихуя. Война за деда, у которого настолько кукушка поехала, что он пошел и убил сотни тысяч людей ни за что. Просто так. Вы никого не освобождаете. Он и сам не верит, что он кого-то освобождает. Ему вообще срать на это все, а на вас тем более. А если уж вас начинают прижимать, то лучше бегите. Нет денег? Берите кредиты и сваливайте на эти деньги. Боитесь, что поймают? Вам нечего терять, иначе вас отправят на передок. Попытаться всегда можно. В целом, я думаю, что для многих из вас это и так понятно. Все, что говорит этот дезертир, только он прошел это на своей шкуре. Опять же, инсайдер говорит, что верифицировали его полностью, посмотрели все документы и прочее. Его рассказ довольно обыденный для этой войны. То, что он описывает, действительно так и выглядит. Мы видели очень много свидетельств, прямых записей российских солдат спиритка, которые рассказывают все то же самое. Рассказы дезертира в большом количестве. Да и визуально видели гигантские российские потери. Российская пропаганда пытается сделать вид, что на этой войне, ну, во-первых, воюют за какую-то цель, хотя эта цель так и не сформулирована. Даже Надежда Всиязетников, Артемий Лебедев не смог рассказать, за что воюют. Говорит, хочу летать в Одессу. Так ты летал. Ты летал в Одессу спокойно до 2014 года, пока Россия не аннексировала Крым. Пока Россия не начала войну с Украиной. Говорит, хочу летать, поэтому пусть люди идут дохнуть. И его дуть спрашивает, так а твоим детям можно не дохнуть? Он говорит, я не хочу, чтобы никто умирал, просто хочу, чтобы в Одессу продвинулись солдаты и захватили, и чтобы я летал и там кушал. Гнида. Ну, то есть, все эти пропагандисты, это гниды, которые не то, что сами воевать не готовы, а точно знают, что никого из своих близких никогда туда не отправят. Потратят на это все деньги, сделают все, что угодно, но их близкие там воевать не будут. Будут вот такие, которых обманул мент, которых заманили большими деньгами, которых принудили на срочки. Это все равно их выбор, они взрослые люди, они сами приняли это решение. И в конце концов, этот же человек дезертировал, но не сразу. Сначала он помог Российской армии. Конечно, в его рассказе он никого не убивал и даже не прикасался к оружию. Но знаете, почти все дезертиры, рассказы о которых я слышал, они все рассказывают, что они все не прикасались к оружию и никого не убивали. А так не бывает. На войне так не бывает. На войне ты убиваешь. На войне ты убиваешь, на войне ты получаешь ранение и так далее. Я не говорю конкретно про этого дезертира, его история, скорее всего, правда. Но тем не менее, надо понимать, что оказавшись на этой войне, вам выжить и не стать убийцей будет в тысячу раз сложнее. Поэтому ни в коем случае не идите, не соглашайтесь на деньги, не соглашайтесь на ментовские разводки. В крайнем случае лучше сесть, чем стать военным российской армией. Да, вы будете сидеть в тюрьме. Да, это непросто. Тюрьма – это непросто. Безусловно. Но, во-первых, срок, который вы будете сидеть, возможно, будет меньше, чем вам придется провести на войне. И вероятность смерти в тюрьме гораздо ниже. И потери конечностей тоже. Поэтому подумайте не 10 раз, а 500 тысяч раз. И в любом случае ни в коем разе вообще даже не думайте идти на эту войну. и рассказывайте своим родным и близким, у которых появляются такие мысли. Ролик кидать уже, не знаю, имеет смысл или нет, потому что, как вы знаете, YouTube замедляют довольно активно. И многие сейчас говорят, что вот это ни на что не влияет. Да и повлияет, конечно. Конечно повлияет. Часть людей отвалится. Более того, останутся самые мотивированные, то есть те, которые уже выступают против войны, да, они смогут использовать VPN, смогут вот как-то адаптироваться к этому. А те, которым в целом похеру, они и не будут с этим всем заморачиваться. Поэтому сейчас сарафанное радио, передачи из уст в уста, аргументов, рассказов, цитат, видеозаписи, и кусков из них станут самыми важными. Именно поэтому сейчас вот те, кто спрашивает, что можно сделать, еще раз повторю, убедить своих родных и близких, своих друзей и знакомых, что это нет для них. Не надо им рассказывать, что Путин тиран, или что украинцы не заслужили быть убитыми. В смысле, это безусловно правда, но нужно идти от конкретных аргументов. Ты подохнешь, останешься инвалидом без ноги. Вот твоя судьба на этой войне. Это главные тезисы, которые нужно, соответственно, донести до как можно большего количества людей. И чем меньше будет российской армии солдат, чем больше оттуда дезертируют, мне, кстати, на днях написало еще несколько дезертиров, которые приняли решение это сделать, обращайтесь, выйдите лесом, они вам помогут. Чем больше будет дезертиров, и чем меньше попадет в армию солдат, тем сложнее будет Россия воевать, тем скорее закончится эта война, и тем меньше, по факту, погибнет в том числе и россиян. Поэтому даже если вы не все так однозначен и протозетник, как некоторые известные личности, которые якобы антивоенных взглядов, но на самом деле повторяют много путинских нарративов и рассказывают про наших мальчиков, даже если вы такой человек, вам опять же выгоднее, чтобы война закончилась как можно быстрее, потому что чем дольше она идет и чем больше у российской армии есть возможности продолжать наступление, атаковать Украину и так далее, тем больше в российской армии будет попадать солдат, тем больше они будут умирать. Потому что Украина будет воевать, пока у нее есть возможность, потому что Украина защищает себя. На территорию Украины напал оккупант. Вот эти русскоязычные области Украины, которые якобы пришла спасать Россию, их же больше всего уничтожили. Их же просто стерли в пыль. Вот это освобождение Оно заключается в том, что ваш город уничтожают Что там умирают дети Умирают взрослые Вот что такое русский мир И чем быстрее этот русский мир Прикажет долго жить Тем больше людей будет спасено И в Украине, и в России С вами был Майкл Наки Лайки, комментарии, подписки Все это помогает продвигать видео И до скорых встреч, всего доброго Пока Субтитры сделал DimaTorzok